Чтобы закончить уже про кастинг, одну из эпизодических... Малеванная, Лариса Ивановна, чудесная, совершенно, без проб. Я просто ей позвонила и сказала, а вот можно, вот я хотела бы, а она думала, что ее разыгрывают, потому что, ну, казалось бы, в сегодняшнее время снимать Тургенева «Месяц в деревне» это какой-то вообще неожиданность такая, что она подумала, что ее разыгрывают. И она буквально за день до моего звонка, она вообще сказала, я больше не буду сниматься, я ухожу из профессии. И тем самым мы, слава богу, ее вернули. Актриса Нахапетова. Анечка, ну там ей не повезло со мной. Не повезло с режиссером или не повезло с... Да, с ролью, потому что там было, как мы знаем, у Тургенева это большая роль. Катя, там у нее свои какие-то любви, она влюблена тоже в Беляева, ходит малину, собирает, поет какие-то, какие-то песни поет русские, да, и там какая-то там прослеживается шаф, ее вроде как любит. Ну, какая-то там большая история. Но так как на большую историю, ну, просто времени не хватило ни на что, потому что все-таки пьеса идет почти 4 часа, мы сделали на час 40, поэтому, ну, не случилось. Я очень жалею об этом, конечно, что нету развития образа. Ну, а мило прошла. Мило-мило. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Добрый день, друзья. Половина эфиров моей программы «Правда 24», которая выходила на канале «Москва 24» с 12-го года, прошла с кошками. Я приюзских животных пристраивал во время эфира. То есть я старался их как-то разрекламировать. И наша команда отвечала на звонки во время эфиров. Это вот чаще всего были прямые эфиры. И достаточно часто животные находили своих хозяев. Ну, то есть новых, конечно, хозяев имеется в виду. Технически это всегда было сложно. Ну, за животным надо как-то следить. Они стрессируют, конечно, всегда. Даже когда это не видно. То есть летит шерсть, попадает в ноздри, в глаза, в кофе. И по время разговора, одного из разговоров с Романом Бегчуком, Майкун там налил лужу. Кот, помню, какой-то, который чувствовал явно так недоброжелательность моего визави. Тогда был Кирилл Серебренников. Просто скучен лошадь. Мне прямо на коле. То есть сразу упала его, ну, условно говоря, стоимость. То есть его сложили, естественно, пристроить после такого казуса. Животное могло убежать. Я очень признателен Аниси такого, который ловил котейку в студии. Потому что там масса таких мест, куда животное забьется. Его просто там не найдешь ни за что. Очень я любил, когда брали на руки мои собеседники и животные. Ну, во-первых, это с меня снимало часть ответственности. Во-вторых, вот повышало, опять же, условно говоря, стоимость самого животного. Ну, его там звезда потискала, подержала. Пристроить было легче. До сих пор этот проект вспоминаю с ностальгией. Почему? Ну, потому что было ощущение, что от какого-то журналистского трепа есть конкретная польза. Все-таки находим котейкам хозяев. Может, еще когда-нибудь вернемся к этому проекту. Евгений Додорев, правда, 24. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...